Всем привет! Меня зовут Аня и это мой канал на YouTube о беременности, родах и восстановлении. Сегодня тема ролика – влагалищный осмотр во время беременности и перед родами. Тема очень запрашиваемая и в том числе вижу по отклику на пост мой в Instagram, который называется Незрелая шейка. Обязательно его прочитайте, прикреплю внизу в комментариях. Нужны ли эти осмотры, как часто, кто им имеет право проводить, каким образом, какие показания к осмотре и так далее. Давайте разберемся в этом ролике. Мне часто в директ поступают сообщения от женщин в паническом состоянии, которые пишут, что «Анечка, что мне делать? У меня 37-38 недель». Меня посмотрел гинеколог на кресле и сказал, что шейка моя совершенно не готовая, незрелая, дубовая и никогда в принципе я не рожу с такой шейкой. На что я отвечаю? А что гинекологу потребовалось 37-38 недель от вашей шейки? Запомните, мои дорогие, шейка вне родов никому ничего не должна. Я считаю, что такие осмотры больше несут вреда, чем пользы, потому что вне родов шейка действительно может быть любой. Что делает врач во время осмотра? Он оценивает консистенцию шейки, ее мягкость, что она пропускает, насколько она длинная и так далее. Но имейте ввиду, что вне родов она может быть любой. И даже если ваша шейка в 37 недель готова, вы такая радостная, ой, супер. Это не значит, что вы родите через 2-3 дня. Вы можете ходить до 41-42 недель спокойно, потому что шейка никому ничего не должна вне родов. Это я буду говорить 150 раз за этот ролик. Так что приготовьтесь к этому. Кстати, иногда еще выясняется, что во время осмотра, помимо того, что шейка готова, врач говорит, поздравляю, у вас уже там раскрытие, к примеру, 2-3 сантиметра. На что женщина тоже может отреагировать немножко с паникой. А что, если я рожу? И в последующие дни она просто сидит дома, потому что боится что-либо делать. Дело в том, что если вы уже рожали, это ваши не первые беременности роды, то да, ваша шейка может пропускать, может быть даже небольшое быть раскрытие, но это не значит, что вы родите через 2-3 часа. В общем, осмотр вне родов это так себе гадание, потому что сегодня ваша шейка будет любовой, а завтра вы уже, к примеру, через 12-13 часов будете мамой и держать своего малыша на руках. Таких случаев, я знаю, лично немало. Поэтому я считаю, что осмотры вне родов абсолютно не нужны и мало информативны. Существует несколько показаний по протоколам официальных для влагалищного исследования во время беременности, для оценивания состояния шейки матки. Первое показание во время беременности – это угроза преждевременных родов. Но само по себе такое исследование может нести угрозу. Именно поэтому всегда выбирайте в качестве альтернативы исследование шейки матки датчиком УЗИ. Это более точно, это более безопасно и для вас, и для вашего малыша. Поэтому от ручных осмотров стоит отказываться в таком состоянии. Также одним из показаний, многие врачи считают, это вот как раз-таки наступление 37-38 недель. Но по сути, наша беременность может быть до 41-42 недель. И, соответственно, в этот период шейка никому ничего не должна, она может быть абсолютно любой. Что пытаются делать некоторые врачи во время такого осмотра? Они пытаются всячески шейку раздвинуть и, так сказать, спровоцировать выброс простагландинов, которые подготовят эту шейку к родам. По сути, это такая стимуляция родов. Именно поэтому многие женщины пишут, что мне было очень больно. Одним, кстати, из признаков неготовой шейки является то, что осмотр очень болезненный, очень неприятный. Кто-то пишет, что у меня появились кровянестые выделения, это меня напугало. Поэтому не стоит смотреть шейку вне родов, не стоит провоцировать роды. Роды запускают ребенок, и он запускает их ровно тогда, когда он к ним готов. Кто-то пишет, что после осмотра у них началось подтекание воды. Потому что все мы разные. Воды очень нежные и тонкие мембраны. И во время осмотра врач специальный, не специальный, этого мы не знаем, может повредить нижние мембраны оболочек. И тем самым спровоцируется как раз-таки отхождение преждевременной воды. Все мы знаем, что это тоже нежелательно. У меня есть ролик об этом на канале. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, что такое плодный пузырь, для чего он нужен. Что делать, если отошли воды, оба этих ролика уже есть на канале. Некоторые из врачей, это больше врачи старой школы, все мы помним, что врачи у нас бывают разные, считают, что некий такой вот осмотр шейки, кто-то даже называет его, я сейчас тебя посмотрю с пристрастием, является безопасной стимуляцией родов. Но я считаю, что безопасной стимуляции родов не бывает. Кстати, ролик о стимуляции у меня тоже есть на канале. Дело в том, что роды это слишком тонкий биохимический гормональный процесс. И если не готов ваш малыш, не готово ваше тело, то любые стимуляции, любые провокации могут привести к тому, что просто да, какие-то сокращения начнутся, либо отойдут воды, но ваше тело не будет готово, и роды просто не пойдут. И скажем так, самые нехорошие истории родов, те, которые я слышала, те, которые я разбирала, начинались именно с таких вот осмотров с пристрастием. Поэтому не нужно, это ни к чему. Хочу сказать, что влагалищные исследования противопоказаны, если ваш малыш лежит неправильно, либо низкое предлежание плацента. О таких вещах нужно знать. Вообще полностью предлежит никаких осмотров. Кроме того, что осмотры шейки вне родов могут спровоцировать, как я уже сказала, преждевременное отхождение вод, потому что просто-напросто мембраны могут быть повреждены во время осмотра. Плюс еще сами по себе осмотры повышают риск инфицирования. Что это значит? Это значит, что сам по себе осмотр повышает риск восходящей инфекции. Это значит, что воды могут отойти не просто механически от осмотра, а позже из-за того, что туда попала инфекция. Также осмотры могут быть очень болезненными, и это неудивительно, потому что во время родов, если вас осматривают на схватку, это может быть неболезненно. Почему? Потому что, во-первых, шейка уже готова, уже какие-то процессы у вас начались в теле, плюс вы рожаете, и на каждую схватку у вас происходит выброс определенных гормонов. Это не так больно. Вне родов никаких гормональных процессов не происходит. Вы напряжены, вас осматривают, и у вас просто мозг механически запоминает, что любые вторжения какие-то, любой приход врача, это болезненно, это плохо, и ваше тело просто-напросто напрягается. К чему это приведет? К тому, что в родах на каждый приход врача вы будете нервничать, переживать, напрягаться. И даже бывает такое, что у женщины просто-напросто останавливается родовая деятельность во время прихода врача. Ну и под конец ролика хочу еще раз сказать, что шейка вне родов никому ничего не должна. Она может быть любой, сегодня плотной, длинной дубовой. А завтра вы можете прекрасно родить вашего малыша. И да, это не зависит от того, какой у вас срок, какие у вас роды по счету, и есть ли у вас рубец на матке или нет. Почему меня это напрягает? Потому что у меня тоже есть рубец на матке, и, к сожалению, многие врачи считают из женской консультации, что если у вас рубец на матке, и ваша шейка не готова в 39 недель, то значит в 40 недель вам нужно сделать плановое кесарево-сечение. Так вот, рубец на матке никак на состояние шейки матки не влияет. И это не показание к плановой операции. Когда ваш врач из женской консультации, почему очень часто говорю из женской консультации, как раз таки потому, что врачи роддома, обученные на консультациях, шейку не осматривают. Они говорят, посмотрят там вашу обменную карту, напишут вам разрешение и говорят, спасибо, ждем вас, к примеру, в 41 неделю. Они не осматривают шейку, потому что как раз таки они ведут роды и понимают, что благоличные исследования лишние, да, могут иметь определенные последствия. А врачи женской консультации почему-то любят смотреть шейку матки. Некоторые женщины пишут, что им вот уже с 37 недель, каждую неделю осматривают, что-то там лазят и так далее. Всегда спрашивайте, какие показания, для чего. И когда вам врач озвучивает, так надо, надо посмотреть, что там, еще что-то. Это само по себе не показания. Я думаю, вы все взрослые люди можете объективно оценивать. Если врачу есть что смотреть, он говорит прямо. Если он отвечает вам, так надо, значит, ему нечего сказать. И значит, вы можете смело отказаться. И да, кстати, когда мне пишут, могу ли я отказаться, конечно, можете. Пишется отказ, простой бумага, и никто к вам не пристает. Кстати, по поводу взятия москов и так далее, часто спрашивают. Об этом прикреплю я пост, ниже в описании. Пост Руджин, ведут его ведущие врачи, акушерогинекологи города Москвы. Обязательно мазки брать из самой шейки. Достаточно брать просто из влагалища. Тоже обязательно почитайте в описании. В этом ролике я заканчиваю. Я призываю вас к тому, чтобы вы изучали информацию, подходили взвешенно к принятию решений. Всем желаю благополучных родов, и меня тоже. Обнимаю, целую, подписывайтесь на мой инстаграм. С вами была Аня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok